Российской власти. И что сделал наш президент, когда он пришел к власти? Он фактически спас это пространство бывшего Советского Союза от уничтожения и развала окончательного, предложив интеграцию тому же Ельцину. И он предложил это, будучи тогда еще очень молодым человеком, но понимая, как говорится, внутренний политический расклад в Российской Федерации. Это были выборы 90-го года, да? И у Зюганова был тогда очень сильный аргумент, что Ельцин это разрушитель России, да? А вот Зюганов ее собиратель земель. И тогда Ельцину нужно было каким-то образом отыграть этот тезис. И когда Борис Николаевич услышал предложение от Александра Григорьевича, он сразу понял, что это для него спасение на выборах. Но наш президент отлично понимал эту тактическую часть, но рассматривал всю ситуацию со стратегическим анализом, со стратегических целей. Он просто-напросто, если угодно, предложил проект восстановления, реинтеграции, как угодно это назовите. Но реально это было спасение нас с вами от западной агрессии. И вот все, что мы сегодня, наши страны, живут спокойно и мирно, по многому это благодаря мудрости нашего президента. Слушайте, давайте говорить откровенно, об этом часто говорим. Президенту в определенные исторические отрезки приходилось бороться на два фронта. С одними и с другими. Мы что, не знаем, какие заседали во власти в Российской Федерации, что не творили? А что, не финансировали? Борис Минцович, Вась, Березович. Не уверен, что от власти, но от бизнеса точно. В 20-й год не финансировали, что со стороны Российской Федерации? Я еще об этом до 20-го говорил, когда говорил о том, что на суверенитет посягаются. И тех, и тех, и имел в виду. Деньги Ходорковского, это не деньги российского уже бизнеса. По Ходорковскому и же с ними, по эхам Москвы, по НКО и по другим проходимцам, которые питаются Западом. Сколько прослушек уже, сколько видео было выложено, которые готовили в Россию. Но с ними нужно было работать давным-давно. Я присутствовал при диалоге нашего президента Александра Григорьевича и Чубайса Анатолия Борисовича. Кстати говоря, вот на площадке ОНТ в этом разговоре. Я отлично помню, как наш президент задал Анатолию Борисовичу простой вопрос. Толя, ну ты сейчас приезжаешь и учишь нас, да, какие, значит, мы там не либералы, а ты либерал. Ну ты, давай, скажи откровенно, как ты стал богатым человеком? Ты же зашел в кабинет Ельцина нищим, а вышел оттуда богатым. Бизнесмен крутой, да? Да, и Чубайс сник, потух, и все, и сдох. На самом деле, да, Иван Михайлович очень верно сказал, что вот та линия политическая, которую выдерживает Александр Григорьевич по сохранению суверенитета, она просто уникальна в мировой политике. На самом деле уникальна в мировой политике, как и наша модель белорусского государства. Она тоже не имеет аналогов. Мы пошли своим путем, у нас есть свой особый уклад, взгляд на жизнь, как хотите. В основе этого взгляда непременное желание самим определять свою судьбу. Вот это край, угольный кар.